Почему нам бывает одиноко? Потому что мы вообще всегда одни. Это только кажется, что вокруг нас много людей, особенно в интернете. Человек всегда находится сам собой. Мысли, которые у вас возникают, это вы сами собой разговариваете. С другим человеком вы общаетесь, у вас же параллельно идет внутренний разговор. Вы думаете, что сказать, что не сказать, как вас примут и так далее. То есть мы как будто бы все время замкнуты в себе. Когда еще возникают какие-то конфликты, когда возникают какие-то негативные реакции других людей, мы еще сильнее просто ощущаем эту собственную замкнутость. Мы пришли в этот мир совершенно одиноко. Уйдем мы тоже, в общем, самостоятельно. Это такая большая экзистенциальная правда о нас. Вот это как раз стремление, так сказать, трансгрессировать, преодолеть эту границу. Оно нас заставляет делать те самые замечательные, самые глупые вещи. Поэтому надо в каком-то смысле научиться собственное вот это одиночество, естественное для каждого человека, принимать, смириться с этим. И тогда мы меньше будем делать просто необдуманных шагов каких-то в жизни. Но это не значит, что мы должны закрываться от других людей. Мы достаточно закрыты своей черепной коробкой, чтобы еще дополнительно какие-то баррикады возводить.